Здравствуйте, уважаемые любители пошаговых стратегий! Вы слышите Лёшу Халецкого? А значит, мы снова что-то там разбираем в игре Цивилизация 5 нашего Сидомейра. Ну ладно, не буду долго интригу держать, тем более, что вы уже прочитали название видео. В общем, будем разбираться с сетевой игрой. При этом заранее предупреждаю, что в этом видео я не буду показывать никакой стратегии. Даже, в принципе, игры особой-то и не будет. Я буду рассказывать именно про сетевые всякие возможности, и для этого играть не обязательно. Точнее, даже не нужно, а скорее надо показывать немножко другие вещи. Ну, вы по видео дальше поймёте. Так что, если кому-то нравится смотреть именно за моей игрой в Цивилизацию, то, наверное, можно это видео отключать, чтобы не тратить ваше время. Всем же остальным, кто хочет разобраться именно в сетевой игре, как начать играть, как перестать беспокоиться, начать играть в сети. Это видео для вас. Ну, начнём с самого банального. Три режима игры. Ход Сид в локальной сети и интернет. Ход Сид — это за одним компьютером вы по очереди будете делать ходы. Локальная сеть и интернет — это, собственно, одно и то же. Ну, только либо в интернете ищите, либо в локальной сети игру. Ну, а раздел интернет — это самое быстрое. Вот видите, я сейчас туда зашёл, увидел одну игру созданную и пытаюсь в неё зайти. То есть вы точно так же, когда попадаете в раздел интернет, видите на вашем сервере созданные игры другими игроками, либо вы можете сами их создать. И вот заходите. Вот смотрите, обратите внимание на эту ситуацию. Видите, тут только два живых игрока, а всё остальное зелёненькое. Это значит, что это сейв. Чувак не новую игру начинает, а загрузил сейв и ждёт людей, которые присоединятся. Ну, вообще про сейвы в сетевой игре я поговорю дальше. Вообще, вот видите, тут всего одна игра. Не очень большой выбор, да? Но вообще это видео записываю в час ночи по московскому времени. Вот это в час ночи по московскому времени вполне нормальная ситуация. Вы можете свою новую игру создать, нажав HostGame, но вряд ли вы наберёте игроков в столь позднее время. Вы меня, наверное, сейчас мысленно спрашиваете, а почему в циву, в такую популярную игру, так мало в сети играет? Всего вот одна игра создана. А я вам отвечу, что не, в циву очень много играет. По статистике Стима это цива на пятом месте по популярности игры в сети. Но дело в том, что цива разбивает игроков по серверам, которые они выбрали для обновления своего Стима. То есть мы сейчас видим только тех игроков и те игры, которые выбрали обновление Стима через Россию, Центральный регион. Вот смотрите, я сейчас специально для вас в Стиме поменяю сервер обновления, и вы тоже самое можете сделать, на США, на Нью-Йорк причём. Потому что сейчас в США, в Нью-Йорке день, если я так ничего не путаю, даже, по-моему, уже вторая половина дня начинается. И то есть самый разгар игр, много игроков будет, и вы увидите, что всё-таки это зависит от сервера. Так, вот я Нью-Йорк выбрал, теперь мне надо Стим перезагрузить и перезапустить циву. Итак, вот я уже запустил циву с Нью-Йоркским сервером, и смотрим, опа, вы видите сколько? Восемь игр уже, или семь. Ну, короче, уже дофига, правильно? Правильно. О чём я вам и говорил. Так что вы можете вот так экспериментировать с серверами. Вот смотрите, здесь, если вы на DLC наведёте мышку, это при наведении. Ну, моды все отключены в сетевой игре, при DLC вам покажут, какие дополнения включены в конкретной данной игре. Если вы на members, то есть на участники наведёте мышку, вы увидите, какие игроки уже сейчас в игре. Ну, map size понятно, и какой тип вы тоже наводите, и вам идёт объяснение, какой тип карты. Значит, в чём проблема, например, я сейчас не буду с людьми играть в Нью-Йорке, потому что у меня с ними будет очень высокий пинг. Ну, вообще, если вы так разбираетесь немного в сетевых соединениях, если взять оптоволоконный кабель, проложить вдруг между ними Нью-Йорком и Минском, где я нахожусь, и играть через него, то всё равно пинг минимальный будет 130 миллисекунд. Ну, потому что расстояние между Нью-Йорком и Минском разделить на скорость света. Вот, смотрите, в закладке Game Options вы можете посмотреть, какие настройки хостер поставил для этой игры, чтобы не было для вас потом удивления. На кнопку Back не нажимайте, нажимайте опять на Players, потому что если вы нажмёте на Back или назад по-русски, то вы выйдете опять в список сетевых игр, то есть вы выйдете из этой игры тогда. Так вот, я ещё даже удивлён, что меня до сих пор не кикнули из-за моего высокого пинга. Ну, это я вам зашёл просто показать, что на разных серверах обновления Steam вы можете увидеть разных игроков. Я, например, чаще всего играю, у меня Польша стоит обновление, и таким образом я вижу игроков и из Германии, и из Польши, из Украины, из России даже, видно те, которые... То есть, как бы, вот этот сервер, он ловит ближайших. Вот, кстати, видите, если хост Private Game отметить, то ваша игра не будет вот видна в этом общем списке, и вы сможете туда приглашать своих друзей, ну, о чём я позже, собственно, расскажу. Ладно, чтобы не распыляться по подробностям, и сейчас вот я вам хотел про карты рассказать, но, думаю, это немножко позже сделаю. Вот я вам сейчас показал самый простой и самый чаще всего используемый игроками способ начать играть в интернете. То есть, вы запускаете игру, нажимаете мультиплеер, интернет, и выбираете игру из списка, либо создаёте свою собственную с определёнными параметрами. И так начинается игра в интернете. Здесь есть минусы. Самый большой минус, что незнакомые игроки будут выходить из игры. Во-первых, либо сами выходить, либо вылетать по каким-то причинам, о которых я тоже позже расскажу. И вероятность того, что вы закончите игру в сети с живыми игроками, ну, не знаю, проиграете, хотя бы три часа будете с ними играть без вылетов, с их стороны, с вашей стороны, ну, близка к нулю. Вообще, очень много нареканий вызывает сетевой режим цивилизации. То есть, много багов, даже не багов, а технических проблем. То есть, с балансом более-менее всё нормально. Но люди с ними мирятся, потому что реально сетевая игра очень интересна. После того, как вы поиграете в сети с живыми людьми, возвращаться к игре против компьютера очень не хочется. Ну, то есть, вы понимаете тогда, насколько компьютер тупой, насколько он предсказуемый, насколько вообще легко его обыгрывать. Причём, даже обыгрывать не стратегическими какими-то фишками новыми, тактическими, а потому что сам компьютер действует по одному заданному плану, и, как бы, привыкнув к этому, вы начнёте его обыгрывать даже на высоких уровнях сложности, как щёлкать семечки. А живой человек всё-таки с фантазией. Даже если он проигрывает, он может много всяких пакостей сделать. Вот мне писали, что, типа, ну, или на форумах пишут, что не хотят играть в сетевую игру, потому что думают, что они нубы, их все будут обыгрывать. Да, вы, когда начнёте играть, вас всё равно будут все обыгрывать. Это без вариантов. Но вы таким образом научитесь, и потом будете выигрывать. Но самое классное в циве, что тут нету убер-стратегии на выигрыш, понимаете? Вот я уже сколько игр сыграл, и всё равно бывает, что меня за 40 ходов выносят, да, потому что мой, например, сосед пошёл по военной ветке, а я, решив там вдруг, что меня не тронет, или вообще профуков разведку. Всякое бывает, понимаете? И тут ещё каждый день какие-то новые стратегии находятся, новые какие-то варианты. Кому-то с расположением повезло. Кто-то там не озаботился защитой от варваров, которые его разбили, а тут уже сосед пришёл и добил. Так что, возможно, если вы тщеславный человек с большим самолюбием, то, может, и не стоит в сетевую игру в циве начинать, потому что тут не так быстро начинаешь побеждать, как там в Warcraft, ну, как в РТС. Потому что тут всё-таки важно разбираться в игре. А без большого числа сетевых игр и без большого числа поражений вы разбираться в ней не начнёте. И тут мы подходим ко второму варианту начала сетевых баталий. Это через сообщество. Вообще в Стиме есть много групп любителей сетевой игры в циву. Ну, сделайте просто поиск Civilization, потом отметьте закладку группы и увидите все эти группы. Самое популярное, по-моему, CIF Players и так далее. Там есть No Quitter. Ну, их много. Я, естественно, свою группу рекламирую, которая, как называется, Халецкий and Friends for CIF. Ну, тут она по-английски называется, чтобы просто проблем не было с названиями. Не знаю, как там Стим это всё обрабатывает. Тут, конечно, все участники группы русскоязычные. И я уже давно не играл в случайных игр, а играю только со своими друзьями из моей группы. Как тут происходит игра? Ну, вот, кстати, участники, вы видите, вот у кого звёздочки, это модераторы. Правда, по группе они ничего не делают. Это я их пометил для того, чтобы другие игроки, новые, видели, кто тут действительно очень хорошо в циве разбирается. Вот можете к ним тоже обращаться в чате, а не только меня доставать постоянно вопросами. Ну, так вот, вы можете обращаться к участникам этой группы и звать их играть с собой. Правда, вот если вы просто вступите в группу, то в чате вы их не увидите. Вы увидите только тех людей, которые и у вас в друзьях, и находятся в этой группе. Поэтому для того, ну, либо добавляйте их тогда в друзья, правда, не факт, что они вам ответят, либо создавайте события в группе. Вот я вам сейчас покажу. Вот переходим в вкладку события, events, запланировать события, по-английски, shadow of event. И вот здесь вы пишите название. Сразу уточню, что это относится не только к моей группе, но вообще во всех группах вы можете вот так делать, создавать события, чтобы оповещать о вашем желании сыграть. Вот видите, я называю «играем в целу», пишите мне в личку, если хотите принять учатие. Учатие – это такое участие только без «с». Выбираем не чат, а играть в игру, выбираем какую именно игру, и у вас будет список из тех игр, которые у вас есть в Стиме. Описание. Вот теперь, когда время начало, вот видите, вы можете поставить либо определенную дату и время, либо вот ниже есть раздел «сейчас» на английском, или через 15 минут, чтобы началось, или через 30, так я вот рекомендую этим разделом пользоваться. Потому что лично у меня время почему-то у Стима и компьютера как-то рассинхронизировано, я все никак не могу попасть на то время, то есть запланировать так, как мне хочется. В общем, после того, как вы запланировали событие, вот в определенное время оно появляется, во-первых, у всех участников группы всплывает окошечко такое, там, где у него Стим, во-вторых, оно у них в ленте событий остается. И вот мне, вот видите, уже несколько человек написали в чат, в личные сообщения, что хотят участвовать. И я их всех добавляю в чат. Да, чтобы создать общий чат на несколько людей, ну, собственно, это все на видео видно, вот справа в окошке личных сообщений вот одного человека, вот видите, справа есть такой стрелочка вниз, указывающая на нее, нажимаете и там «Пригласить в чат кого-то еще». И вот вы нескольких людей так добавляете, вот видите, в данном уже двое, кроме меня, людей в чате, и вот мы с ними обсуждаем предстоящую игру. И когда собирается достаточно людей, то есть шесть обычно, это стандартное количество, то начинаем. Ну, вот видите, Silent сразу спрашивает, насколько будет игра длиться. Имейте в виду, сетевая игра как минимум часа на четыре, то есть если вы, конечно, сразу не вылетаете, а продолжаете играть, и поэтому я Silent сразу кикнул. Ну, вот здесь уже много людей собралось, я не буду сам процесс сбора показывать. Восемь человек, то есть мы можем на стандартной карте начать игру, тут дальше у нас идет обсуждение, какой именно, на какой карте будем играть, по каким правилам. Я тут просто пытался вообще как бы правил и условия игры, вы же с нами понимаете, что установок карты множество, и есть всякие варианты игры, там, каждый сам за себя или командный, это все лучше обговаривать. Есть стандартные правила, вот, вообще, может, я дальше об этом расскажу, чтобы, опять же, не уходить в стороны от того, что я объясняю, значит, вот такой вариант. Вот видите, мы сейчас все собрались, вот восемь человек, все, мы решили играть. Значит, кого-то выбирают хостом. Обычно хост – это должен человек быть, до которого у всех пинг хороший, и который более-менее нормально играет и разбирается в создании игры. То есть, ну, почему он нормально играет? То есть, чтобы его быстро не вынесли, и другой человек не становился хостом. Кстати, вот считается, что почему-то, что у хоста какие-то большие преимущества по пингу и вообще по игре. Единственное преимущество у человека, который является хостом – это строительство чудес. Сейчас объясню, вот так как тут хода одновременные, да, то может случиться так, что одно чудо два или даже больше игроков построят одновременно на одном ходу. Например, вы начали строить великую библиотеку, и у трех игроков на двадцать восьмом ходу она построилась. Так кому же ее отдать? Так вот, преимущество получает хост. Если хост строил великую библиотеку, то будет считаться, что он ее построил, а два остальных игрока не успели. Дальше идет по тому, как вы присоединились вообще к игре. Вот перед стартом игры, сейчас вам покажу картинку. Вот видите здесь, Team 1, Team 2, Team 3, Team 4 – это в принципе в каком порядке люди подключились к этой комнате. Значит, будет преимущество иметь человек тот, кто Team 2, потом Team 3, 4 и 5. Вот в таком порядке. И все, это единственное преимущество хоста. Ну, то есть, естественно, он устанавливает настройки карты, он все это делает, но все остальные могут его проконтролировать, естественно, и это все по договоренности делается. А именно в игре, то есть, только строительство чудес. Кто получит чудо, если вы на одном ходу его построите? Почему-то считается, что хост может быстрее ходить и таким образом быстрее убивать солдатов противника. Вот, кстати, чтобы пинг увидеть в сетевой игре, вы должны вот на эту табличку щелкнуть мышкой. Ну, чтобы его убрать, соответственно, тоже на ней щелкать. Вот видите, я сейчас вижу пинг с остальными участниками вот этой огромной стандартной карты на 8 человек. Так вот, никакого преимущества хост в плане передвижения юнитов не имеет. Сейчас вам объясню вообще, как сделана сетевая составляющая игры, как идет взаимодействие между игроками. Вот почему-то многие думают, что хост это типа как сервер, и все, в данном случае у нас 8 человек, значит, все остальные 7 человек с ним связываются и получают от него уже все сообщения. Нет, это не так. Сетевая игра в цивилизации сделана по принципу торрентов, если кто-то знает. Нет, значит, все 8 человек соединены между собой, и они получают инфу, каждый игрок от каждого, не через хост и не через какой-то сервер. Вот, то есть, получается не 7 соединений, что вот 7 игроков с сервером, и он им обратно отдает, а считайте, что 8 в восьмой степени, что ли, если правильно считать, соединений. Ну, что-то, вот, короче, каждый с каждым, вот посчитайте, сколько, нет, наверное, 8 умножить на 8, то есть 64 соединения, если я правильно считаю. И таким образом, если хоть у кого-то из двух людей из этих восьми высокий пинг между собой, то лаги будут у всех участников этой игры, то есть у всех будет медленно, даже если у меня низкий пинг со всеми моими остальными соперниками, да, но у кого-то из них двоих между собой высокий пинг, то лаги будут, и мы будем, наши юниты будут с задержкой передвигаться и так далее. Именно поэтому, собственно, чем меньше людей в сетевой игре, тем она стабильнее работает. То есть 8, это вот уже на наш страх и риск. Я могу сказать, я вот не покажу вам эту игру до конца, потому что в данном случае мы очень, ну, были очень большие проблемы с сетевой игрой, постоянные лаги и так далее. Уже многими людьми в цивилизации выведена формула, что лучше всего 6 человек. Вот, то есть если вы хотите много, то 6 человек в самый раз. И как бы и людей много в игре, и цивилизация при этом не сильно лагает, нету больших проблем. Соответственно, 4, еще будет лучше сетевая составляющая работать и так далее. Что рекомендуется сделать для того, чтобы повысить стабильность сетевой игры? Ну, во-первых, если Steam обновляется, или у вас там игра обновляется, или еще что-то, то очень высока вероятность, что кто-то из игроков вылетит. То есть, поэтому я не рекомендую, вот когда идет обновление Steam, играть в циву. Или лучше всего вообще перед игрой, чтобы все либо обновили Steam, либо перезапустили его, и он тогда сам обновится. И только тогда играли. Бывает так, что два игрока не видят друг друга в игровом лобби. Ну, вот перед началом игры, то есть вроде как игрок зашел, но ее не видно, ни ника, ничего. Нет пинга, не видят сообщений в чате друг от друга. И вот, опять же, лучше всего, чтобы Steam перезапустили. Это вообще как бы помогает во многих случаях перезапуск Steam всеми участниками. Вот когда игра фризится, фризная или заморозка, то есть у вас, кстати, прикольный глюк был с майнинг, фризится это значит, между какими-то игроками потерялись сетевые пакеты. То есть игра просто не получила от какого-то игрока пакет у другого игрока, и она не может дальше ни прорисовать карту, ни сделать ход, и, собственно, игра останавливается. Иногда бывает, что приходится даже загружать сетевую игру за несколько ходов до этого события, иначе он просто повторится фриз. Поэтому рекомендуется автосейв каждый ход делать обязательно хосту. Ну, кстати, такое отступление. После загрузки сейва в сетевой игре количество ходов начинает показывать неправильно. Он на минус один делает от количества ходов, и еще и варвары не ходят как бы. Ну, ладно, это... вы заметите просто это. Далее. Ну, я уже говорил, что лаги зависят не от хоста, от всех игроков. Значит, чтобы вам было понятно, если между хотя бы двумя игроками будет пинг в 200 миллисекунд и выше, то все игроки будут чувствовать легкие притормаживания лаги, так называемые. Если выше 350 миллисекунд, уже играть некомфортно, а 500 миллисекунд неиграбельно. Но самое интересное, что я иногда видел, как и у игроков, там и 400 миллисекунд, и 500 миллисекунд, но это вообще никак не влияло на скорость соединения. Ну, такое редко бывает. То есть, это, видимо, какой-то то ли циво неправильно пинг показывает, то ли что, не знаю. Но вот обычно, если 200 миллисекунд и выше, то надо что-то делать. Далее. Если у одного из игроков включены автосохранения, и путь к папке с сейвами у этого игрока содержит кириллицу, то этот игрок обязательно вылетит при своем автосохранении. То есть, например, если он там каждые пять ходов поставил автосохранение, то через пять ходов вылетит. Поэтому я рекомендую, если вы не хост, то лучше автосохранение отключать. Пускай автосохранение бывает только у хоста. Даже если вы знаете, что у вас путь к папкам с сейвами не содержит кириллицу, уверены в этом, то лучше автосохранение все равно отключить, потому что время автосохранения все равно влияет на игру. То есть, вы смотрите, вы заканчиваете ход. Ходят компьютерные города-государства и варвары, ваш компьютер начинает делать автосохранение, то есть, время идет, и после этого только передает инфу о том, что произошло, и начинается следующий ход. Если у всех игроков включено автосохранение, то это определенное время, потому что у всех разные компьютеры, у кого-то дольше автосохранения, у кого-то меньше. Поэтому это влияет. То есть, это повысит стабильность и скорость игры. Ну и еще такая фишка... То есть, вот это сейчас я вам говорю, вот про эту фишку еще про одну. Это не точно, это такие наблюдения других игроков. Я, может, в это не очень верю. Но на всякий случай стоит, может, соблюдать. Так вот, в конце хода, когда на таймере остается одна-две секунды, лучше не кликать по юнитам и по карте быстро-быстро. Потому что, судя по всему, частое кликанье приводит к фризу, потому что ваша игра посылает как раз пакеты об этих вот ваших командах, которые вы там отдаете. И их так много, что они теряются, и игра виснет. И еще один альт-таб не нажимать во время игры. Вроде как это тоже вот эта альт-табнутость влияет на потерю пакетов и может привести к фризу. Но вот эти два последних, я еще раз говорю, что лично я, мне кажется, что это не работает. То есть, ну, это наблюдение других игроков. Ну, в любом случае, предположим, вы... Вообще, вот это все, что я вам сейчас рассказал, это описано у меня в группе, в обсуждениях. Тема о проблемах в сетевой игре. То есть, вы там можете почитать, там еще другие добавляли свои комментарии. Вот тут писали игроки, у которых большой пинг постоянно со всеми там настройки модем. Я об этом не буду в видео рассказывать, потому что это не у всех бывает. Но если у вас такое вдруг есть, то вот я вам рекомендую зайти и почитать. Потому что люди уже со всем этим сталкивались и проблемы решали. Далее. Значит, вот вы договорились, там, вот у меня шесть друзей моих играет в групп по группе. То есть, все они у меня в друзьях. Мы в чате находимся, вот, как я вам до этого показывал. И мы хотим нормально поиграть игру от начала до конца. Так вот, если все-таки что-то произошло, если один игрок вылетел, то есть он действительно вылетел по техническим причинам, то загружается сейв. Это делает хост. Сейчас я перенесусь к сейву, кстати. Сейв находится все в том же мультиплеере, интернет. Вы нажимаете хост гейм, но здесь выбираете лоуд. Вот видите, внизу. Лоуд и запускайте последний автосейв, загружайте, который у вас сохранился. А то многие почему-то не могут найти, где загрузить сейв от сетевой игры. Вот, я загрузил этот сейв, потом я в том чате посылаю всем приглашение вступить в игру, или же они, мои соперники, нажав на мой правой кнопкой на мой аватор или ник, там написано по-английски join game или присоединиться к игре по-русски, и вот либо так, либо так можно использовать, и они вот вступают в игру. И вот когда сейв, у них сразу зелененькая, вот мы ждем последнего участника, Сильвера. А, ну вот он мне написал там в чате, что он перезагружает игру. Вот, в общем, мы дожидаемся, когда все. Начинает гореть кнопочка launch game, запустить игру, и мы ее запускаем и продолжаем с того места, где кто-то вылетел или игра крашнулась. Вот я вам уже другую сетевую игру показываю, ведь все знакомые лица играют. И еще надо обратить ваше внимание на то, кто будет раньше ходить при начале хода. Многие почему-то считают, что хост может раньше передвинуть юниты, чем другие игроки. Нет, на самом деле тут влияет не хост и даже не пинг, а у кого раньше прорисуется карта. То есть влияет мощность компьютера. И поэтому на самом деле быстрее будет двигать юниты тот, кто играет в 2D режиме. Я, например, часто бываю хостом, и некоторые мои соперники раньше начинают передвигать юниты, чем я, потому что они именно в 2D играют. Вот сами посмотрите, у вас когда начинается ход, как бы прорисовывается карта, и вы даже не можете сразу передвинуть юнита, отмеченного вы мышкой кликаете по карте, он еще не передвигается. Как только карта прорисуется, тогда он передвинется. Так что если хотите в сетевой игре при одновременных ходах быстрее двигаться, то играйте в 2D режиме. Я вам такой совет даю. И еще, при начале хода у вас может экран перенестись в то место, куда вам не надо. То есть у вас, например, там битва в определенном месте, а у вас переносится на совершенно другой юнит. Так вот, чтобы этого не происходило, перед концом хода выберите, то есть мышкой нажмите на тот юнит, на котором вы хотите, чтобы была центровка в начале следующего хода, и тогда нажимайте конец хода. Тогда у вас ход начнется, и экран будет центрироваться именно на том юните, который вы сейчас выбрали. Ну и, конечно, рекомендую в настройках отключить авторотацию юнитов, чтобы вот вы передвинули юнит, и у вас автоматически переключалось на следующий. Это очень неудобно в сетевой игре. В общем, надеюсь, что о технических проблемах сетевой игры я смог вам доступно рассказать, и это поможет сделать вашу игру в сети более стабильной. То есть вот следуйте моим этим советам. Я не обещаю, что вообще не будет вылетов, но то, что вы их снизите, это точно. И вполне может быть, что даже и сможете... У меня бывает, что аж вся игра даже проходит без вылетов. Вообще еще, кстати, у некоторых людей циво, так сказать, циво крашается. Видите, такой сленг вообще англоязычный. То есть игра... Он не из сети вылетает, не фризится игра, а у человека просто игра сама по себе рушится, и, естественно, иногда приходится все равно сейф загружать. Лично у меня, вот цивилизации, я вообще не помню уже, когда она у меня вылетала, сама по себе игра. То есть, по-моему, они ее уже оптимизировали. То есть в начале, когда только она вышла в 2010 году, да, были проблемы, но сейчас вообще никогда не вылетает. Поэтому я рекомендую, если вот такое у вас случается, ну, во-первых, компьютер обновить. Ну, это ладно, это такой совет, который сложно воплотить в жизнь. В Steam есть штука под названием проверка кэша игры. То есть вы заходите, открываете Steam в библиотеку, правой кнопкой на игре, там опции, и проверить кэш игры. И просто бывает, что сбойные файлы появляются, и Steam проверяют ее, и если есть проблемы с какими-то файлами, он их просто заново закачивает, и вполне возможно, что у вас проблемы решатся. И это, кстати, помогает не только с Цивой, а вообще с любыми играми, которые у вас как-то не так идут. То есть если другие люди говорят, что все стабильно, а у вас она вылетает, то вот рекомендую кэш проверить. Перейду к следующей важной теме после технических проблем – это настройки игры. На каких картах и вообще с какими настройками люди играют в цивилизацию? Вообще есть несколько режимов игры. Во-первых, каждый сам за себя, когда много людей играет сами за себя. И во-вторых, командные игры. Например, трое против трех, двое против двух и еще против двух. Ну, для того, чтобы в команде играть, просто надо вот там, где начало игры, вот там, где тимы были написаны, тим-1, тим-2, тим-3, просто вступить в одну команду и играть одной командой против всех. Я в командные игры играл мало, поэтому не буду о них вам ничего рассказывать, но это тоже интересный аспект игры. Кстати, я вот думаю попробовать в скором времени поиграть, может тоже сниму на это дело видео и расскажу вам. То есть, вы играете, например, трое против трех, три разные нации, против других трех разных наций. Я помню, что там у вас одна наука, то есть все открытые техи, они для всех в команде действуют. Ну, там есть свои особенности определенные. Мы же вернемся к нашему основному сетевому развлечению, каждый сам за себя. Здесь, как вы понимаете, есть деление на игры с большим количеством игроков и на дуэльные. Это тоже своего рода... тут совершенно разные тактики нужны, очень сложно переключиться. Вы, как видите, я люблю играть с большим количеством игроков, потому что здесь и дипломатия работает, причем не дипломатия, которую создатели Цивы сделали, а своя, собственная, когда можно обсуждать за спиной соперника с другим соперником всякие коварные планы. Быть в войне, например, но при этом и в мире, чтобы остальные соперники не знали, что вы в мире. Ну, тут много всякого интересного. Мне просто вот это именно нравится, а не победить любой ценой. А дуэли, оно... дуэли – это, значит, война, и кто кого завоюет, тот и победил, потому что там очень редко на развитие идет... ну, в смысле, очень редко идет победа над космосом или как-то там только войной. И, значит, и вот в этих играх, когда много игроков участвует, есть тоже свои форматы. Во-первых, самый популярный FFA, или по-русски FFA говорят, это Free for All, то есть, седословно перевести «свободные для всего». То есть, в игре можно делать все, что угодно. Вы вольны развиваться, как вам хочется, делать что угодно, и никто вам ничего не скажет. Есть формат «ктон» называется, по-английски пишется C-T-O-N. Это аббревиатура от «can't talk or negotiate». «Negotate», 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 по-моему, по-английски. То есть, вы не можете разговаривать и торговать. Ну, естественно, что в такой формат лучше играть либо со знакомыми, либо с обязательной записью видео, со стримом в интернет, чтобы точно быть уверенным, что ваши соперники не торгуют и не говорят. Смысл тут в том, что вы не можете ни о чем договариваться со своими соперниками по игре, не можете торговать, там, обмениваться ресурсами и так далее. В принципе, эта игра подразумевает еще и постоянную войну. То есть, обычно это означает, что все воюют друг с другом, никто ни с кем не торгует. И идет такая военная, больше на воргейм похожая игра. Ну, и есть еще вот о том, что я вначале говорил, пытался сыграть на некоторых сайтах, такая система, когда вы играете на карте «Внутреннее море», вот которая, кстати, сейчас загружена, и можете нападать только на игроков, которые находятся от вас по часовой стрелке. Потому что здесь, на «Внутреннем море», все как бы по кругу расположены вокруг большого такого моря или озера, и понять, где противник по часовой стрелке, очень легко. И вы можете, имеете право, только на него нападать. Соответственно, на вас сможет напасть только чувак, который против часовой стрелки находится. Это сделано для того, чтобы снизить развитие игрок, чтобы они не вдавались только в развитие, а делали хоть какую-то армию. И, в принципе, затягивает игру, то есть интереснее становится играть. Вообще, я вам объясню, проблема сетевых игр, особенно когда играют на пангеи, на континентах, что находится игрок, который где-то далеко от всех остальных на отшибе, и ему нету смысла строить армию вообще. Он начинает играть на развитие, и к середине игры вырывается очень далеко вперед по развитию. И догнать его потом, даже если вы придете всей своей армии, очень сложно. Обычно наваливаются тогда двумя или тремя игроками. И то не факт вообще, что смогут его завалить к этому моменту. То есть у человека там, например, уже стрелки, пехота, мушкетеры, стрелки, даже, наверное, штурмовая пехота, а у вас еще только рыцари и мечники, и пикинеры. И с таким войском, даже если его много, а у вашего соперника мало, сделать ему... Ну, вот смотрите, какой я скриншот даже сделал, и потом разместил у себя. Берлин окружен шестью варварами. Даже на следующий ход их еще больше будет, между прочим. Ну, вы как бы... Я вам просто тут показываю хоть какую-то игру, просто это к теме моего видео никакого отношения не имеет, просто чтобы... Ну, многим нравится... О, раз, два, три, четыре, пять, да, шесть варваров окружили Берлин. Вообще класс. А вот карта «Внутреннее море», даже если мы не играем вот с этой системой нападения по часовой стрелке, позволяет сдерживать таких развивунов, развивальщиков, потому что всегда у вас, у всех есть два соседа. Обязательно. С одной и с другой стороны. И вы, и ваши соседи быстро знают, ну, практически сразу, как вы развиваетесь. И они могут координировать свои действия. Если вы уходите далеко вперед, то они могут на вас напасть. Ну, договорившись между собой. Но при этом на вас могут напасть только два соседа, потому что со всеми остальными вас отделяет от вас море, вот озера и так далее. Потому что, например, на Пангее, я вот играл, и когда я играю против участников моей группы, очень многих, все наваливаются на меня под девизом «Надо вынести Халецкого, иначе он всех вынесет». Вот у меня было, например, расскажу случай забавный. Джи Джей там играл, по-моему, Электропес, Буги, это все участники моей группы, я просто перечисляю, потому что, чтобы им было приятно. И, по-моему, The Eorling, такой ник. И я, в общем, играл за «Атаманскую империю», все рандомом. И у меня получилось в соседях три, ну, прямо вот рядом с моими, как бы, границами, а я играл через расселение, оказались иракезы, которые играли моногородом, «Китайцы» и «Греки», за которых Джи Джей играл. И недалеко, ну, не прямо рядом с моими границами, но очень недалеко, The Eorling, который за «Майя» играл. Ну, и, собственно, я там играл через расселение, через расползание, и доигрался до Буги, который за иракезов, и решил взять его моногород. К этому времени человек, который за «Китайцев» играл, вышел без объяснения причин, после чего был забанен у меня в группе вообще везде. И за «Китай» играл компьютер. Ну, там плохо развивался этот человек, поэтому явно не в теме, и плохо разбирался в игре. Ну, и вот. Я нападаю на иракезов, как бы идет война с ними. А греки, там «Майя» и «Электропес», который за «Эфиопию» играл, они там развиваются. То есть я тихонько. Мы отложили игру на следующий день, и когда начинали играть, я предложил «Миксу». Вот вы, если увидели про четырех традиционных городов, которые за Англию играл, вступить в игру за «Китай». Ну, он согласился, то есть это довольно распространенное явление, когда другие игроки подменяют друг друга в сетевой игре. Вот. Вступил играть за «Китай». И оказалось, что Китай, компьютер Китаю, пока за него играл компьютер, наклепал нормально войск, потому что компьютер стал играть на уровне «Император». И «Микс», как только вошел в игру, практически ходов через четыре или пять этими всеми войсками напал на меня. Потому что ему терять нечего, все равно у него там, он зашел подменить. А я в это время брал столицу иракезов, мне буквально несколько ходов оставалось. Пришлось оттягивать все свои войска на другую, другой фронт, с другой стороны, и отбиваться от «Китайцев», которые практически один из моих городов взяли. В это время очухался иракез, пока я там от «Китайцев» отбивался, и напал меня с другой стороны. И еще и греки. А я так как шел первым по очкам, потому что я набрал... Ну, у меня было больше всех городов, больше всех территорий, и, соответственно, я врался вперед. Грек напал, и еще майя объявили войну, правда, они там не очень участвовали, но неважно. И вот я с трех сторон отбиваюсь от всех. Ну, я там отбился, правда, иракезы уже стали мои города брать. Более-менее, конечно, на три фронта воевать это тихий ужас, но в итоге греки. Мы решили, что греки победили в этой игре. Но, тем не менее, вот это рассказ о том, что на Пангее вы можете быть окружены с нескольких сторон, а при этом ваши соперники, например, иракезы, да, они нападали на меня, но при этом кроме меня у них соседей практически и не было. То есть там китаец довольно далеко находился. Ну, и у него... Если ему нападать, то только на меня получается, правильно? А я окружен сразу тремя соперниками, и все три могут на меня напасть. То есть это уже несбалансированность карты. А вот во внутреннем море все имеют двух соседей. Справа и слева. Ну, или там сверху и снизу, царя от расположения. У всех два соседа. Все в одинаковых условиях. Именно поэтому я вам рекомендую в сетевых играх на несколько человек играть на карте внутреннее море. Вообще в сетевой игре популярны вот именно внутреннее море, Пангея, Овал, которые, считайте, что это та же Пангея, только с более ровными краями. То есть вы будете знать, что вся ваша земля будет представлять Овал. Ну, и еще континенты популярны. Но континенты все-таки не очень сбалансированная карта, именно потому, что могут оказаться... Ну, если вот вы шестером играете, на одном континенте три и на другом три. И если, например, на одном континенте там какие-нибудь воинственные нации, а на другом любящие развиваться, то вот эти... Та тройка, которая любит развиваться, вырвется вперед. И вот теперь мы подошли к теме о настройке карты. Ну, что такое private game, я вам уже говорил, чтобы никакие лишние люди не входили. Тип карты вы можете увидеть... Вот вы, когда наводите мышку, вам объясняется, что за тип карты, что означает. Ну, вот я вам рекомендую либо на внутреннем море играть, либо на пангеи при большом количестве людей. Если вы дуэли играете, то есть карта перестрелка, почему-то по-русски она называется, или дуэль она по-английски называется. Ну, вот Овал тоже популярный, как я говорил. То есть это как пангея, только более овальная земля. Ну, или шаффл. Ну, обычно вот мы играем внутреннее море. Размер карты, понятно, зависит от количества играющих. То есть смол маленькая – это шесть человек, тени – это четыре и так далее. Скорость игры. Ну, в сети все на быстро играют. Начало эры обычно с самого начала играется, опять же. А вот тут возраст, температура и осадки ставятся рандом. Но вы, наверное, спросите вообще, на что это влияет. Значит, возраст мира влияет на количество гор и холмов. То есть чем старше мир, тем меньше будет гор и холмов. Чем он моложе, тем больше будет гор и холмов. Температура влияет на количество болот, этих пустынь и так далее. Ну, и, соответственно, осадки на количество джунглей, что там еще, тундр. Я думаю, надо объяснять, что если температура горячая, то будет много пустынь. Если большое количество дождя выпадает, то значит много джунглей. И, наконец, ресурсы ставятся стандартные, но тоже у меня спрашивали, а что там значит легендарное начало, стратегический баланс. Значит, стратегический баланс это значит, что у всех игроков обязательно будет рядом с их столицей и железо, и кони. Потому что вы же знаете, что иногда бывает, что коней не находится, не находится железо. Так вот, стратегический баланс это когда и железо, и кони имеются. Легендарное начало, это значит, что ресурсов будет много. Вот, например, обычно коней четыре, ну, то есть, а при легендарном начале их будет восемь, ну, и, соответственно, и железа не четыре, а восемь. Ну, и все остальные там варианты – это вот развитие количества железа и коней там или два, или шесть, вот это зависит. Далее мы ставим таймер, злые варвары, Ranging Barbarians, ну, и все, и остальное Quick Combat и Quick Movement – это просто для того, чтобы не было анимации движений и анимации битвы. Это лишнее в сетевой игре абсолютно. Далее есть такое Random Personalities, ну, это обычно для игры против компьютера, на сетевую игру это не влияет. Это значит, что, вот, например, ацтеки, они воинственные, но если вы поставите Random Personalities, они не факт, что будут воинственными, но это, опять же, против компьютера. А также есть еще Random Seat, я вам не показал, это случайное местоположение. Вообще у всех, у каждой нации есть свое определенное местоположение, например, арабы появляются в пустыне, ацтеки среди джунглей. Так вот, чтобы не появлялись вот так вот, а в любом случайном порядке, иногда выбирают вот это случайное местоположение. Но я все-таки считаю, что разработчики игры очень правильно располагают нации, и если вы будете делать вот это случайное местоположение нации, то это будет сбивать баланс. Например, я однажды рандомом получил кельтов и очутился в пустыне, вообще без леса рядом, и получается, что кельты просто теряют свою способность при таком развитии. Или те же ацтеки, у которых их ягуары передвижение по джунглям имеют высокое, то есть как не теряют хода. А если они появляются где-нибудь там на равнинах, получается, их способность тоже этих ягуаров не используется. Так, по-моему, про настройки я вам все рассказал. Ну, опять же, как всегда, если что, спрашивайте в комментариях. Теперь хочу поговорить про одновременные хода и пошаговые ходы. Ну, я думаю, вы знаете, что в сетевой игре все игроки ходят одновременно. И есть много критиков этой системы, как и любителей. Да, она несовершенна, но таким образом можно экономить время в игре. Поэтому некоторые люди считают, что вот такое одновременное движение превращается практически в реал-тайм-стратегию, и кто быстрее кликнет, того и тапки. Поэтому есть люди, которые предпочитают в сетевую игру играть только в пошаговом режиме. Но так как он тут не предусмотрен, пошаговый режим, кроме хот-сита, а вот в сети такого нет, то идет договоренность между игроками, просто по договоренности ходить по очереди. То есть, там выбирается, что кто-то ходит первый, а потом уже следующий игрок. Естественно, таймера при этом нету. Понятно, что с зданиями можно одновременно все делать, это только касается юнитов. То есть, вы юнитами ходите по очереди. Один походил, сообщил другому, и следующий ходит. В общем, я, например, в пошаговую в сети не играю, но я не считаю, что это какое-то, что это плохо. Я не играю просто потому, что мне жалко времени, во-первых. А во-вторых, пошаговая сетевая игра, возможно, только дуэльная. Потому что я не представляю, как четыре человека даже хотя бы уже будут по очереди ходить. Это очень много времени займет. Поэтому вот дуэльная вполне может часа за три, даже за четыре закончиться, когда играют нормальные люди, которые понимают, что они делают. Вполне. Но мне интереснее тратить время вот на большие игры с большим количеством участников. Тут без одновременки не обойтись. Но если вам все-таки нравится пошаговая игра, и вам хочется в сети с ними играть, то я вам рекомендую, вот опять же, в моей группе обращаться к людям, которые отмечены модераторами. Они играют пошаговые игры и расскажут вам, например, куда обратиться, если что, с кем еще сыграть. Так что любители пошаговых сетевых игр тоже имеются. Далее, продолжая эту тему пошаговые с цивой против одновременной, почему-то в русскоязычном цивилизаторском обществе возникла проблема так называемых двойных ходов. Объясняю, что это за проблема. Причем я эту проблему в кавычки беру. Некоторые люди, ну, особенно те, которые любят пошаговую, опять же, считают, что в одновременке играют быстрые кликеры. Кто быстрее кликнет, тот и победил, как я уже говорил. Ну, вот такой почему-то снобизм имеется. И двойной ход, это значит, что вы свой юнит в самом-самом конце хода передвигаете, и потом в самом-самом начале следующего хода. И таким образом получается, что как бы ваш юнит два раза ходит, типа. Хотя, на самом деле, это конец предыдущего и начало следующего. Более того, для этого движения есть специальная комбинация клавиш. Shift плюс мышка. То есть, если вы, например, выберете дуболома на данный случай и зажмете Shift и мышкой направите его на два хода в определенное место, то этот дуболом свой ход сделает в самом конце хода. То есть, вы когда нажмете «закончить ход», тогда он передвинется, а второй раз передвинется в начале следующего хода. Так вот, кое-кто считает, что это чит, а кое-кто считает, что это нормальная игровая механика. Я могу сказать, что на иностранных форумах, в иностранном сообществе игроков, это считается просто фишкой игры. И о шифте написано в описаниях всех сетевых игр. Это не является каким-то читом или функцией, которая лучше помогает играть. Проблема... Почему люди считают, что это проблема и чит, что они просто не успевают к ней подготовиться. Вот, например, я подвожу к вашему городу свою армию, на границах она находится, и начинаю нападение с помощью шифта. Например, у вас там в защите стоят два арбалета, а я нападаю четырьмя рыцарями. Так вот, если не использовать шифт, а просто по очереди ходить рыцарями, то я нападу на вашего арбалетчика, потом следующим рыцарем... Пока я переключусь на следующего рыцаря, вы сможете арбалетчика уже увести в сторону, и мой следующий рыцарь не сможет убить или поранить арбалетчика. При шифте же я шифтом назначаю два хода, и в начале следующего хода арбалетчик будет убит. Так вот, видите, вот многим людям это не нравится. Я, к сожалению, не могу вам это на видео показать, потому что при игре равных соперников, ну, нормальных, которые разбирающиеся в игре, двойной ход будет очень редок. Потому что нападать с шифтом и двойным ходом возможно только тогда, когда ваш соперник забил на разведку. И если вы так уже подкрались к его границам, и он вас никак при этом не отбивался и никак вам не мешал, то на самом деле тут что с шифтом, что без шифта, вы уже будете вынесены. А шифт же улучшает возможности нападающей армии. Дело в том, что, я уже говорил это в своих нескольких других видео, что на данный момент после всех патчей и дополнений защищаться намного легче, чем нападать. Поэтому нападение двойным ходом или шифтом намного улучшает жизнь нападающим. Но, опять же, шифт работает, ну, дай бог, если он только один раз за игру сыграет, если вообще он сыграет какую-то роль. Потому что для этого надо, чтобы ваш соперник, ну, совсем профукал разведку и оборону. То есть шифт не выигрывает игры. Вы поймите это. Двойной ход не выигрывает игры. Выигрывает игры тактика, а проигрывает игру ваша неразведывательность и забитие на демографию. Вы, если вы не увидели, что ваш соперник готовится нападать, то есть если у вас будет равная армия на самом деле, что у защитника, что у нападающего, то нападающий с шифтом, ну, никак вас не обыграет. Если, конечно, вы будете еще и юниты нормально двигать, а не подставлять их там, и понимать, что арбалеты должны находиться сзади, что вокруг города должна быть дорога построена для быстрого перемещения войск даже в обороне и так далее. Так что вот ода двойному ходу, но так как я рассказываю о сетевой игре, то я вам должен был об этом двойном ходе рассказать. Еще раз как бы подведу итог. Двойным ходом называется ход в самом конце своего хода и в самом начале следующего. То есть как бы соперник не успевает на него среагировать, и ему кажется, что вы походили два раза. В русскоязычной среде с этим почему-то проблемы. Мы, я лично играю, я даже это не уточняю ничего, я могу пользоваться двойным ходом, я им пользуюсь очень редко, но если пользуются против меня, я не имею ничего против, потому что я должен... вы должны быть к этому готовы. Так, следующая глава. О, смотрите, я уже почти час опять наговорил. Думал, будет видео минут на 20, я вам все расскажу про сети, а тут оказывается вон сколько. Главное, никакой же воды нету, все нужное рассказываю. Значит, следующая тема, так называемые квиттеры, или люди, которые выходят из игры. Понимаете, сетевая игра в цивилизацию – это не только ваше развлечение. Вот, например, играет шесть... Ну, в данном случае, вот я очередную сетевую игру вам показываю, четыре человека играют. Это значит, что только вы один должны получить удовольствие от игры. То есть, не только вы должны победить, например, и не только у вас должно все получаться. Играет несколько человек. Все, которые хотят получить удовольствие, они тратят свое время на игру с вами, чтобы получать удовольствие от нее. И если вы выходите из игры, потому что у вас там что-то не получилось, у вас как-то не так пошло развитие, то, извините, вы мудак. Вы потратили время нескольких людей ради собственного удовольствия. Это эгоизм. И поэтому вот и создаются сообщества, вот я свою группу создал, чтобы от мудаков как можно максимально ограждаться, чтобы они не портили жизнь людям, которым нравится играть. Если человек вышел из игры и ничего мне не написал в чате после этого, там, не сообщил, что у него там игра окрашнулась или еще что-то, а после этого там еще запустил другую игру, то это бан сразу. То есть он вышел, потому что ему, наверное, надоело играть, стало неинтересно. Его мама позвала картошку чистить. Пацаны позвали на лыжах кататься. Ну, много причин. Главное, что он наплевал на остальных людей, которые в это время в игре, и просто пошел заниматься своими собственными делами. Такой хоккей нам не нужен. Никто не отрицает, что у вас могут быть какие-то проблемы. Более того, тут же с нашим замечательным электричеством периодически выключается интернет, с интернетом что-то происходит. Но вы объясните потом. Ну и кроме того, если у вас это будет часто происходить, то есть достаточно двух-трех раз, собственно, то люди начнут думать, что на самом-то деле у вас никаких проблем нет. Вы просто из игры выходите. Кроме того, вы когда садитесь играть в сетевую игру, вы должны планировать свое время. Если у вас нету четырех часов, если вы не планируете потратить как минимум четыре часа на сетевую игру, то зачем вы вообще собираетесь играть? Просто вам интересно? Просто попробовать? Так просто зайдите тогда на те же серверы в интернете, вот как я вам в начале игры показывал, найдите любую игру и побегайте там и выходите. Хотя тоже это некрасиво будет. А когда вы в сообществе вступаете в игру, а потом выходите, ну, вы надеетесь, что вам спасибо скажут, что с вами великим и могучим довелось поиграть? Тут даже дело не в силе игры, не в возможностях игрока, а просто в уважении. Это обычное уважение. Когда собирается несколько людей и начинают играть в любимую игру. И не обязательно побеждать. Тут удовольствие от самого процесса игры происходит. От того, что ваш соперник какие-то необычные ходы придумывает. Что вам надо разгадывать его намерения. Что вам нужно развиваться лучше, чем он. И так далее. А так вот, когда мы играем с людьми, вот я, например, с Деструктором уже не знаю, сколько и очень много игр сыграл. С Маздаилом тоже очень много игр сыграл. С Димитром, по-моему, только вот одну, вот конкретно эту. Ну, он просто любитель пошага, кстати. Он там турнир организовывал по пошаговым дуэлям. Вот можете к нему обратиться. Может, в будущем тоже он будет организовывать. То есть, этим людям я доверяю. И знаю, что они любят игру. Они ее фанаты. И тут нету проблемы договориться. Например, ну что-то у вас реально произошло. Вы напишите в чате. Если вы проигрываете, то вы просто объясняете, что, ребята, так и так. Ну, вы же сами видите, что я проигрываю. Давайте я выду. У меня там какие-то дела происходят. Ну, это не значит, что вы так должны постоянно поступать, опять же. А вообще по этикету сетевой игры, вот после трех, четырех обычно, обычно после четырех часов, уже можно договариваться о том, чтобы отложить игру. А еще лучше и правильнее, перед началом игры, например, если у вас там есть только четыре часа, да, то вы говорите, ребята, у меня там есть только четыре часа, поэтому давайте договариваемся, что мы играем вот до этого времени и потом делаем сейв, если там не вылетел и так далее. И тогда продолжим в следующий раз. Вот тоже такое нормально. То есть все понимают, что играем вот до этого времени. Ну, игра же затягивает, хочется продолжить, но мы договорились, все, сейв, продолжаем в следующий раз. Главное, чтобы все собрались. То есть у мембер таких проблем не было. Ну, не были иногда, конечно, но чаще всего все нормально собираются. Загружаем сейв и продолжаем. Если же вы играете с незнакомыми людьми, я вам дам небольшой экскурс, как понять, что этот человек может быть квиттером. Ну, во-первых, я вот у себя в группе собираю список людей, которые выходили в игре, в которых я играл. Ну, во-первых, они у меня забанены в группе в любом случае, их у меня в группе нет. Ну, и вам на тот случай, если вы встретитесь с ними в случайной игре, чтобы вы знали. Я для себя веду список. Просто вот человек вышел из игры, все, я его себе записал, и в следующий раз, если я его увижу в начале, что он вступил в игру, я в этой игре участвовать не буду. Как бы желающих играть очень много. Здесь не стоит держаться прямо за каждого. Но вообще есть универсальные такие правила. Я вот за много игр в интернете, не с участниками моей группы, а просто с другими людьми, обратил внимание, что люди, которые вначале выбирают Испанию, Египет или Гуннов, с очень большой вероятностью могут оказаться квиттерами. Я сейчас объясню почему. Вообще, вот у нас принято в сетевых играх играть через рандом. То есть в начале игры никто себе нацию не выбирает и играет за ту нацию, которую компьютер ему случайным образом выберет. Но есть вот в интернете партии, там, ну их даже большинство, я думаю, где человек может сам себе выбирать нацию. И вот начинающие игроки почему-то думают, что Египет, Гуны и Испания – это убернации, которые всех нагибают. И потом выходят, как только не могут этой нации нагнуть. Объясняю, сейчас я объясню почему. Значит, у Испании уникальная способность получать 500 золота от чуда природы, которые испанцы откроют первыми. И почему выходят игроки, которые играют за Испанию? Как только они за первые, там, ходов в 10 не находят чудо природы, они выходят, потому что они не получили в начале игры 500 золотых. И значит, все плохо, они эту игру проиграют, нефиг дальше играть, выходят. Дальше гуны. У гунов уникальная способность, их это таран и их конные лучники, которые строятся в начале игры. И они могут снести ранним рашем ближайшую цивилизацию. Ну, если ближайшая цивилизация отбивается от гунов, и они видят, что не могут ее захватить, они выходят из игры. А дальше, даже если они завоевывают эту цивилизацию, идут на следующую, а следующая, например, развивалась хорошо, они ее не могут захватить и выходят из игры. Более того, я вообще не рекомендую играть с игроками, которые выбирают гунов, по одной простой причине. Если вы окажетесь их соседом, и они затеют ранний раш, как бы отбиться от гунов не очень-то большая проблема, по-хорошему. Но вы этим затормозите свое развитие. То есть, получается, что, во-первых, вы получите соседа, который, скорее всего, выйдет при этом. А, во-вторых, вы еще и свое развитие загубите, и тот, кто не был соседом гуна, уйдет вперед, и нет смысла дальше играть. Поэтому играть с человеком, который выбрал себе гуна в игре, это, ну, блин, 90-процентная вероятность, что эта игра похерится, и вы не доиграете ее до конца. И, наконец, Египет. Египет берут, потому что считают, что очень круто строить быстрее всех чудеса. Не знаю, что в этом круто. Я, например, не люблю играть с Египтом, потому что это именно что затачивается на строительство чудес. Мне это не очень нравится. Но новички берут Египет, да, начинают строить чудеса. Их приходят выносить. Но это ладно, это еще долгая игра может проходить. Самое интересное, когда новичок берет Египет и не успевает первым построить великую библиотеку. Все, он выходит сразу. Какая-то другая нация. Вообще, так вам для сведений, на быстрой скорости Великая библиотека строится на 23-28 ходу. Вот примерно, то есть, самый ранний 23 ход. В зависимости от вашего развития, как вы будете идти. Но если вы не успеваете уже к 28 ходу построить великую библиотеку, то даже не стоит начинать ее. А вообще иногда даже и не стоит начинать ее строить. Стоит начинать строить великую библиотеку только если вы Египет, например, да, а если нету Египта в игре, то если у вас рядом с городом есть ресурсы, которые три пищи дают, и не один, а несколько ресурсов таких, тогда можно попробовать. Потому что ваш город быстро вырастет до трех, и вы сможете быстро построить великую библиотеку. Во всяком случае, быстрее остальных. Ну так вот, египтянин выходит, если не успевает великую библиотеку построить. Это, блин, это такой маразм просто, это такое неуважение ко всем остальным игрокам, нет слов. И вот поэтому я вам еще раз повторю, не рекомендую в случайных играх, где не играют ваши друзья, играть, если игроки выбирают сразу себе Испанию, Египет и гунов. То есть это люди уже заточенные на выход. Даже пускай они там начнут нормально развиваться дальше, но как только увидят, что они проигрывают по каким-то параметрам, они без зазрения совести выйдут. И таких надо наказывать. А наказание может быть единственным, это не играть с ними. Да, еще пару слов про Испанию. Кстати, я видел однажды, против меня играл человек за Испанию, который первым нашел аж два чуда природы. И получил в начале игры, буквально на первых, ну да, ходах десяти, тысячу золотых. То есть он сразу купил двух поселенцев, рабочего, там даже армию какую-то. И у него к пятидесятому ходу уже было три города с нормальным развитием. Причем один из них, ну столица вообще там ушла далеко, а один из них даже был больше, чем моя столица. И здесь, в общем-то, бессмысленно дальше играть, потому что никак вообще невозможно будет Испанию догнать и обогнать. Я ему уже пожелал, тем более уже все остальные вышли из игры, я ему пожелал, поздравил с победой точнее, и тоже вышел. Это к тому, что многие игроки за Испанию вообще могут даже не одно чудо искать, а два. То есть если они не найдут двух, то значит все, пора выходить. Потому что они будут считать, что Испания такая убер-нация, которая побеждает на первых пятидесяти ходах. Я не знаю, зачем эти люди играют в цивилизацию, для чего им надо это. Может им надо как-то вот медаль сразу выдать, что они самые лучшие игроки в цивилизацию, чтобы они больше не заходили, я не знаю. Но вас вот просто заранее предупреждаю, чтобы вы имели в виду, когда вы соберетесь играть в интернете. Ну вот теперь кажется все, опять получилось длинное видео. Конечно не три часа, как в прошлый раз, но все равно я планировал, я же говорю, минут 20 всего лишь рассказывать. Надеюсь, что этим видео я вам помогу начать играть в сети. Можете добавляться у меня в группу, обращайтесь ко мне, я вас добавлю. Не надо писать мне, что вы хотите сыграть именно со мной. Вы понимаете, что мне постоянно очень много людей пишут. Вы следите просто за объявлениями в группе и не обязательно со мной играть. Вы же поймите, что я не самый крутой игрок в мире, это точно. И даже не самый лучший среди участников моей же группы. Я просто хорошо умею рассказывать о стратегиях, о том, как играть в циву. Но это не значит, что я лучше всех играю. Я просто лучше всех рассказываю. Поэтому не обязательно стремиться играть именно со мной. Тем более не надо меня спрашивать, а ты видео записываешь, а я появлюсь там в видео остальных. Это рандом абсолютно. Будет у меня желание, вот я решу там что-то показать зрителям в будущем, я буду записывать видео. Но я не буду это сообщать об этом. Получайте удовольствие от игры, а не от видео или каких-то сопутствующих вариантов. Игроков сильных у меня в группе много. То есть начните хоть с кем-то играть, если вы не играли в сети. И начинайте, и набирайтесь опыта, и будете все лучше и лучше играть. Участвуйте в турнирах каких-то, можете сами турниры организовать. Почему нет? Играйте с друзьями. Главное, играйте, развивайтесь. Потому что по видео, ну то есть я вам могу дать вектор направления, но развитие идет только в самой игре. То есть когда вы столкнетесь с живым соперником, тогда вы получите представление о сетевой игре и о других игроках, о их стратегии и так далее. В общем, все. Слышали вы... Так, кого вы слышали? Как меня зовут-то? А, да, Лешу Халецкого вы слышали. Канал Леша Играет. Подписывайтесь на него, рассказывайте всем друзьям и знакомым. Я люблю, когда на меня подписываются, комментарии оставляют. На этот раз не буду вас спросить, какой-то особенный комментарий оставить, чтобы проверить, досмотрели ли вы до конца видео. Итак, всем понятно, что Циво говно, а Дота класс, так что Гов Доту я создал. Просто пишите комментарии, если вам что-то непонятно, если я что-то забыл, опять же, вам рассказать. Или дополните, может, вы что-то больше меня знаете о сетевой игре. Потому что тут же постоянно со всех сторон что-то новое появляется. Вот там и про религию мне дополняли. Хотя, казалось бы, я уже все, что мог, прочитал и рассказал на три часа. А рассказа было, и все равно еще не все было рассказано. Так что я люблю комментарии. Все. Удачи вам. Играйте в цивилизацию и в умные игры.